так можно продолжать да да пожалуйста конечно хорошо значит вот у нас есть как я упомянул уже такая система уравнений у нее есть как вы видите три индекса и вот особенность этой системы она хорошо иллюстрируется вот чем я вот эти три индекса могу выбрать любые повторяю значение этих индексов но например я их могу обозвать 1 2 3 любые три индекса и напоминаю что d и t это значит производная по независимой переменной с индексом r и значит я могу их назвать dpd r 1 dpd r 2 dpd r 3 вот что я получаю я получил 6 уравнений то есть еще раз у меня может быть в этой системе ламе который вверху любое число уравнений но я могу вырезать из нее кусочек с любыми тремя индексами и вот эти три индекса я соответственно r1 могу обозначить x r 2 y r 3 z вот у меня трехмерная будет система в трех пространственных измерениях но повторяю все условно потому что это никакие не картезианские координаты важно что вот у меня система она в этом смысле трехмерная действительно вот я могу уже эту трехмерную систему отдельно анализировать изучать ее решение строить ну и соответственно вообще говоря в это в этой науке которая идет из 19 века задача заключается в том чтобы найти одновременно и коэффициенты вращения бета и катей от нелинейной системы но и соответственно восстановить решение вот этого представления лакса правильно подчеркиваю на современном языке так вот это как бы стандартная обычная ситуация теперь вот я расскажу видите написано здесь special example я по по этому поводу дам необходимый комментарий потому что этот очень интересный пример с моей точки зрения вот как ни странно он в литературе того времени не был замечен вот чем он интересен давайте мы ведем вот такую матрицу эпсилон n на n у которой на диагонали находятся те самые независимые переменные которые я назвал r маленькая 1 r маленькая 2 и так далее до r маленького n вот так у нас на диагонали находятся независимые переменные а вне диагонали поставим константы эпсилон и катей никаких ограничений на матрицу эпсилон мы не накладываем вот просто матрица эпсилон устроен так что на диагонали находится независимые переменные х н штук а вне диагонали константы вот очень легко запомнить такую матрицу эпсилон что же теперь я сделаю а сделаю вот что давайте мы ведем теперь вот такую матрицу бета как видите она почти обратно к матрице epsilon разница только в том что появился знак минус это не случайно вот и утверждение такое что если я проверю каким уравнением удовлетворяет от матрицы бета то оказалось что она в точность удовлетворяет той самой системы уравнений ламе которую вы уже видели но разница вот в чем в системе ламе давайте вернемся на несколько секунд обратно в ней было важной особенностью то что все индексы попарно различные и не равно же не равно к и не равно к вот все индексы они все разные эта система ламе повторяю наследует из условий совместности вот этого представления лакса где индексы и к тоже разные и вот это все означает что я когда смотрю на эту систему здесь я понимаю здесь индексы все разные но с другой стороны любой человек может сказать а что будет если я к этой системе добавлю уравнение для тех индексов которые например будут совпадать ну например и равно же или я добавлю уравнение и равно к или опять таки добавлю уравнение жи равно к ну как бы могу ли я добавить в какой-то ситуации что будет если я добавлю как бы чтобы за расплата моя расплата чем я заплачу за то что я систему увеличу как бы Куда я попаду? Утверждается, что я попаду в некий подкласс этой системы ЛАМЕ. И этот подкласс, он интересен. Вот им занимался и Сергей Царев, и Женя Ферапонтов. И у Жени Ферапонтова такой ученик был Сергей Агафонов. Они занимались, но правда, недиагонализуемыми системами класса Темпля. И вот этот класс, про который я сейчас буду говорить, он интересен вот в каком смысле. Итак, ввели матрицу, вы уже помните как. Ввели обратную матрицу бета с точностью до знака минус. Утверждается, коэффициенты вращения, ой, пардон, коэффициенты вот эти бета и кат и этой матрицы, они натворяют системе нелинейных уравнений по всем индексам. Тут индексы могут быть разными, а могут совпадать, а могут все три совпадать. Такое допустимо. Вот такой особенный частный случай. Так вот, это дальше проверка, на это особо смотреть не нужно. Мне важно подчеркнуть здесь следующее, что вот пересечение этих свойств, повторяю, что вы можете два индекса делать совпадающими, можете три индекса делать совпадающими. Оно означает, что вы попали в спецкласс, в очень узкий класс сопряженных криволинейных систем координат. И на языке систем гидродинамического типа этот спецкласс известен. И он очень интересный, потому что у него есть приложение. Первое свойство это система класса Темпля, про которую упомянул, отсылаю к работам Сергея Царева, Жени Ферапонтова. А второй спецкласс тоже очень интересный. Это так называемая слабонелинейная система гидродинамического типа. То есть, еще раз, вот эти коэффициенты бета и каты удовлетворяют вот этой нелинейной системе уравнений тогда, когда соответствующие коэффициенты вращения, то есть бета для индексов не совпадающих. Вот, когда коэффициенты вращения задают так называемый Темплевский класс систем гидродинамического типа и одновременно слабонелинейный. Вот эти два класса, они пересекаются. Темплевский и слабонелинейный. И только мелочь такая, тоже важная для моего рассказа. Вот из того, что я сказал, на самом деле следует, что если вы у этой матрицы поменяете индексы местами, то ничего не изменится. Вот, если вы будете писать коэффициенты вращения для слаболинейных систем, ну, назовем их бета и каты, коэффициенты вращения. А если вы возьмете Темплевскую систему, там будут бета и каты с волной, равные бета каи для слаболинейных систем. То есть, коэффициенты вращения для темплевских и для слаболинейных систем, они отличаются тем, что вы просто матрицу бета берете транспонированной. Вот она вся разница. Это класс нелинейных уравнений, который описывает пересечение вот этих двух свойств – слабонелинейность и темпливость. Значит, еще раз. Мы ввели матрицу эпсилон, мы ввели обратную матрицу бета, и мы просто прямым вычислением можем убедиться, что коэффициенты матрицы бета удовлетворяют вот этой нелинейной системе уравнений, у которой для попарно несовпадающих индексов система уравнений совпадает с известной уже системой Ламме в теории классической дифференциальной геометрии. А вот обратное высказывание на этом слайде, оно мне больше нравится. Оно звучит так, что вот мы возьмем вот такую систему уравнений, которую вы видели на предыдущем слайде, и просто прямым вычислением можно показать, что вот та самая матрица эпсилон, она просто восстанавливается. То есть это означает, что матрица эпсилон, которую вы видели на предыдущем слайде, она задает общее решение вот этой системы уравнений, которые у вас здесь находятся вверху. Это ее общее решение. Иначе говоря, подкласс, такой узенький подкласс решений системы Ламме, который связан со слабонелинейными и стемплиевскими системами гидродемического типа, он полностью описан вот этой матрицей эпсилон. Повторяю, у нее на диагонали стоят независимые переменные r маленькая катая, а в ней диагонали констант. Вот это полное описание этого класса. Вот я здесь остановлюсь в том смысле, что этот пример я здесь рассмотрел, здесь просто прямое доказательство. Слайды я вышлю Олегу Копцову сегодня. Кто захочет, может меня спросить, а так, я думаю, слайды, наверное, где-то будут размещены, все это доступно. Кто захочет, может все эти вопросы мне задать, никаких проблем нет. Я сейчас уже пойду к следующей деятельности. Возвращаемся обратно к представлениям ЛАКСа. Вот правильно Олег меня спросил, откуда берутся вот эти слова по поводу представления ЛАКСа. И напоминаю, начали мы с чего? Что вот мы говорили, есть представление ЛАКСа, условия его порождается система Ламме. А сейчас мы пойдем по другой дороге. Она вот как выглядит. Берем то же самое представление ЛАКСа. Мы смотрим на это как на некоторую линейную систему с заданными коэффициентами вращения БТ и КТ. И говорим, давайте возьмем два любых частных решения этой линейной системы уравнений. И назовем одно H и Т с чертой, а другое H и Т с волной. Берем два частных решения. И еще раз напоминаю, здесь R-каты в этой конструкции до сих пор, это были независимые переменные. А вот теперь они в нашей конструкции ниже превращаются в зависимые функции. Обращаю внимание, это вот такая линия водораздела. До этого были независимые переменные R-каты, а теперь они становятся зависимыми функциями от X и T. Итак, можно ввести класс систем гидродинамического типа. Они записаны в вариантах Риммана, то есть в диагональной форме. И их характеристические скорости записываются как отношение этих двух частных решений. И эта система уже интегрирует методом общеного годографа Царева. То есть, что я вам рассказал на этом слайде? Я рассказал следующее, что обычно, когда люди имеют представление ЛАКСа, они знают, что с ним делать, а именно проверяют условия совместности и строят соответствующую нелинейную систему уравнений. Вот то, что вы видите на этом слайде, это исключительный пример. Это альтернатива. Это тот случай, когда мы можем пойти прямо по другой дороге. А именно, мы можем сказать, берем два частных решения и уходим от независимых переменных R-катых, вводя новые независимые переменные X и T, которых вообще не было в этой конструкции. Им сопоставляется вот такая система гидродинамического типа, у которой характеристические скорости заданы как отношение двух частных решений и этой линейной системы уравнить. Вот это принципиально другая конструкция, потому что все, что я рассказывал до этого, я имею в виду, вот, пожалуйста, давайте вернем сюда. Интегрируемо методом обратной задачи. То есть, это технологии, где используют существенно аппарат, там, так называемые кончнозонные решения, используются аппараты, так называемые изомонодромные деформации, строятся какие-нибудь частные решения, там, рациональные, полиномиальные и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, используются самые разные технологии, связанные существенно с тем фактом, что этот объект, ну, грубо говоря, на языке, который был популярен, там, 40-50 лет назад, на языке теории солитонов. Тут можно строить многосолитонные решения, многозонные решения и так далее. Я же говорю о технологии, где используются не метод обратной задачи, а метод обобщенного гадографа Царева. Вот я о чем вам рассказал сейчас на этом слайде. Не знаю никакой другой задачи, никакого другого представления Лакса, где была бы известна подобная альтернатива. Ничего никогда не слышал, может быть, я ошибаюсь, если кто-то что-то знает, пожалуйста, дайте знать, я буду очень рад обогатить свой опыт. Идем дальше. Стандартный метод обобщенного гадографа Царева. Вот что делать в той ситуации, которую он изучал, это, значит, его работа 1985 год. Вот 36 лет прошло с тех пор. Мы имеем систему гидродинамического типа, мы говорим, что она интегрируема методом обобщенного гадографа, где появились какие-то новые буковки Дзетаиты, про них я немножко позже скажу. И это возможно тогда и только тогда, когда выполнены на характеристической скорости мюлиты вот такое соотношение на три индекса. И не равно ж, и не равно к, и не равно к. Вот если это условие выполнено, тогда метод обобщенного гадографа Царева работает. И здесь единственный, я упомяну, некий промежуточный факт, о котором я уже упоминал, что вот из отношения выражений, связанных с характеристическими скоростями мюлитами, можно ввести так называемые коэффициенты ламе H с чертой КТ. Вот обратите внимание, я вернулся на секунду на предыдущий слайд. Вот он он. H и Т с чертой – это то, что находится в знаменателе. Вот коэффициенты ламе – это те самые объекты, которые находятся в знаменателе. Поэтому вот если вы мюлиты, вот это выражение отношений двух частных решений, возьмете и подставите на следующем слайде в предпоследнюю формулу снизу, то все H и Т с волной пропадут в результате этого вычисления. Они просто всюду сократятся. Они сократятся не в том смысле, что там какое-то скрытое тождество, а в силу того, что определяются коэффициенты вращения, я просто это здесь не упомянул на этом слайде, как выражение, связывающее разные решения этой линейной системы. Ну, грубо говоря, это вот что такое. Это вот, я, если возьму H, катая, вместо H, катая, напишу H, катая с волной, то вот в силу этого соотношения у меня пропадет часть вычислений, когда я определяю коэффициенты ламе H и Т с чертой. Вот это просто надо держать в памяти, что у меня не какие-то H и Т с чертой и H и Т с волной, а это частные решения вот этой линейной системы уравнений, которые я использую вот на этом слайде для доказательства каких-либо фактов. Вот, ну и в конце появляются вот те самые буквы Z и Т, которые являются решением линейной системы уравнений. И я должен таким образом, чтобы написать ответ методом обобщенного гадографа, я должен найти правые части в этой алгебраической формуле Z и Т, чтобы их найти, я должен решить вот эту линейную систему уравнений, подчеркиваю, с переменными коэффициентами линейной системы уравнений частных производных первого порядка. Вообще говоря, в случае общего положения никаких шансов на то, чтобы такую систему решить, нет. Но поскольку мы имеем дело все-таки с хорошими системами уравнений, повторяю, все задачи, которые кого-либо интересовали в этой области до сих пор, они все были решены. Так что, с одной стороны, плохо, что мы не можем решить любую линейную систему подобного типа, а с другой стороны, все хорошо, потому что все примеры, которые нас интересовали, они были решены. Так что я пребываю в состоянии некой душевной безмятежности в том смысле, что я верю, что если появится какой-то другой интересный пример, мы его также решим и не будем огорчаться как бы в представлении, что вдруг это не получится. Нет, получится, здесь есть некая убежденность. Хорошо. Это был метод интегрирования диагонализуемых систем гидрономического типа. Значит, последние два слова на этом слайде. Когда Сергей Царев развивал свою деятельность в 1985 год, подчеркиваю, конструкция его выглядела так. У меня есть система гидрономического типа, матрица скоростей общего вида. Значит, общего вида, это значит, что вообще говоря, мы ожидаем, что все собственные значения матриц скоростей попарно различны. Вот если они попарно различны, и у нас еще, нам повезло, Тензор Хантиса обратился в ноль, то в этом случае система диагонализуется. Вот она и записана в самом верху, и осталось нам проверить только вот это условие интегрируемости в середине этого слайда. Тогда задача сводится к интегрированной линейной системе уравнений частных производных первого порядка. Поскольку, как вы видите, индексы ИИК не равны друг другу, то это означает, что эта система линейных уравнений частных производных первого порядка имеет общее решение, заданное в н функции одного аргумента. А по теореме Каши-Ковалевской это и означает, что общее решение той системы, записанной в диагональной форме, которую вы видите наверху этого слайда, и есть общее решение, заданное с произволом в н функции одного аргумента. Таким образом, решение линейной системы в самом низу, общее решение с произволом в н функции одного аргумента обеспечивает общее решение диагонализуемой, а точнее диагональной системы, которую вы видите, в самом верху. Все, здесь я закончил. Пошли дальше. Итак, вот эти Z-T, что же это такое? А это то, что я упомянул в самом первом слайде моего сегодняшнего рассказа. У нас есть система гидродинамического типа вверху. Мы требуем существования коммутирующих потоков, то есть там я просто писал буковку Y, по которой шло дифференцированное. Ну, здесь я написал tau. Небольшая разница. Это некий дополнительный, так называемый, групповой параметр в теории группового анализа Li. Вот, и мы требуем таким образом, чтобы все варианты Риммана одновременно были функциями от X, T и tau. Вот, если мы требуем, мы проверяем условия совместности, и тогда мы получаем некие соотношения, которые связывают мюиты и Z-T и T. Если мы таким образом посмотрим на эту связь, это будет вот в точности то, что написано в самом низу этого слайда. Вот, многие люди называют такую систему уравнений условия Царева. Значит, что такое условия Царева? Это если левую и правую части этого уравнения поделю на разницу ZK минус ZI. Вот если я поделю, будет у меня слева и справа очень похожие выражения. Вот это мы называем условия Царева. Это как бы условие о том, что все коммутирующие потоки, посмотрите, пожалуйста, на предпоследнюю формулу на этом слайде, они имеют одну и ту же метрику. Значит, тут у нас вводят, может быть, введена метрика через вот эти коэффициенты ламе HKT с чертой, и они общие для всех коммутирующих потоков. Вне диагональных элементов метрики нет. Метрика диагональная, есть элементы только на ее диагонали. Ну, хорошо. Вот, я должен проверить условия совместности этих двух систем гидродимического типа. Проверка этих условий приводит к тому, что появляются вот эти самые условия Царева, про которые я сказал. У них, как я упомянул, общие коэффициенты ламе HKT с чертой, и вот эти системы тем самым отозначают, они имеют одну и ту же самую диагональную метрику G, которая имеет уже самые разные интерпретации, если мы говорим про гамильтоновую структуру, например, о чем я сегодня говорить не буду. Значит, Z и T, которые вы видите на этом слайде, это есть не что иное, как те самые решения линейной системы уравнений в частных производных первопорядках внизу этого слайда. Это то, что имеет непосредственно прямое отношение к обобщенному методу годографа. Вверху вторая формульная строчка. Вот. Хорошо. Идем дальше. Итак, теперь немножко я расскажу про кинетическое уравнение Геннадия Эля. Что это за объект? Значит, я упомяну альтернативный подход, о котором я ничего не знаю, но он очень понятен для тех людей, которые занимаются интегрированными системами. Подход такой. Вот откуда берется вот это интегро-дифференциальное кинетическое уравнение Геннадия Эля? Как тут написано, для солитонового газа произвольной плотности. Оно берется вот откуда. Вы, например, говорите так. Рассмотрим уравнение Картевек-де-Фриза, потому что именно эта система уравнений была выведена для случая именно Картевек-де-Фриза. Мы берем уравнение Картевек-де-Фриза. Это как бы самый простой, самый известный, самый изученный пример в теории интегрированных уравнений. Я говорю про двумерие. Х и Т, две независимые переменные. Вот берем этот пример, и мы понимаем, что мы для него можем сделать. Мы можем для него построить так называемые многосолитонные решения. А какими характеристиками обладают солитоны? Солитоны обладают тремя характеристиками. Скорость, фаза, ну сдвиг фазы и амплитуда. Так вот утверждение такое, что если мы устремим число солитонов к бесконечности, то если мы правильным образом, подчеркиваю, правильным в кавычках, это деликатный вопрос, если мы правильным образом будем коррелировать все фазы, все амплитуды и все скорости этих солитонов в многосолитонном пакете, то результат этого предельного перехода, вот он написан вверху в этом слайде. И вот с этой точки зрения осталось мне сказать два слова по поводу функции s большое от это и ядра подинтегрального выражения g большое от мю это. Значит, перед этим, поскольку многие люди, я обратил внимание, мгновенно забывают систему обозначений. Вот давайте посмотрим. f маленькая. Эта функция, она формально обозначена как функция от это, но это функция от трех аргументов. Это маленькая x и t. И вот там, где вы под знаком интеграла видите f от мю, это значит, что я букву это заменяю формально на букву мю. Значит, у меня f от мю маленького, это функция от трех аргументов. f от мю, x и t. А вот в первом уравнении, который вы видите наверху этого слайда, там написано f от это. Значит, это f от это, x и t. И то же самое, это функция распределения f маленькая, из s от это. Это вот то, что написано, ну как это, транспорт велости перевести на русский язык. Ну, групповая скорость, наверное. Вот. Значит, s от это, это функция, которая зависит от трех аргументов. То же самое. От это, x и t. И вот там вы видите, где под интегральном выражении написано s от мю, это опять это. Вы заменяете на букву мю, это функция опять от трех аргументов. s от мю, x и t. Значит, буква это, она играет роль спектрального параметра. Вот я сейчас поясню, на языке карте Вегде Фриза это очень просто. Если вы мысленно представите себе пару лакса, вы знаете, что в паре лакса есть спектральный параметр, ну вот, используя данное обозначение, буква это. Теперь вы говорите, пусть у меня спектральный параметр очень велик. Это значит, что решение карте Вегде Фриза, оно пренебрежимо по сравнению с величиной спектрального параметра. Тогда можно сказать, что у вас решение этой пары лакса, оно определяется как? У вас стоит экспонента, а под знаком экспонента стоит это x минус это в кубе t. Вот и все. Это как бы свободное движение. Оно не чувствует препятствий. Повторяю, когда спектральный параметр очень велик. Значит, еще раз. Решением пары лакса является просто экспонента от разности. Это x минус это куб t. Ну, я говорю это куб в том смысле, что там может быть какой-то множитель стоять, например, 2 или там 3 это куб или 12 это куб. Это в разных нормировках люди пишут разные множители. Но с точностью до этого множителя мне важна степень. Это в кубе. Так вот, когда вы считаете групповую скорость, она у вас просто, ну, в данном случае эквивалент тому, что вы взяли производную. От этого в кубе по это. Вот s большое, вот это, как видите, внизу написано 4, это квадрат. Вот с точностью до множителей четверки, это квадрат. Это и есть отражение вот этого факта, что вы просто взяли решение линейной, представление лакса, линейной пары системы уравнений. Это экспонент от это x минус это в кубе t. И вот скорость, которая там таким образом зашита, это и есть вот это это квадрат. Это вот s большой от это. Это вот как раз движение в нулевом приближении. Я же сейчас вам рассказывал про групповую скорость в этом кинетическом уравнении. Вот в нулевом приближении просто это квадрат. А вот ядро интегрального оператора g от μ это, оно имеет совсем другую интерпретацию, но тоже очень простую. В теории солитонов, когда у вас изучается многосолитонное движение, волновой такой пакет, то даже вот если вы рассматриваете двухсолитонное столкновение, у вас оно описывается вот этой формулой. Это как бы формула, описывающая сдвиг фаз при столкновении двух солитонов. Вот такое отражение этого факта нашло в этой интегральной форме выведено Геннадием Элем. Так вот, это я вам рассказал то, что я не знаю. А вот то, что я знаю, это вот то, что делал Геннэль. Делал он следующее. Он говорит так. Давайте возьмем уравнение Картвег де Фризе. Опять то же самое уравнение. Давайте теперь возьмем его однофазные решения, двухфазные, трехфазные и так далее. И мы знаем, это было давным-давно известно, первые результаты Сергея Петровича Новикова, что все эти многофазные решения, они связаны с так называемыми гиперэллиптическими кривыми, алгебрические кривые рода G. То есть, если вот я говорю про двухфазные решения, значит, с ней связана гиперэллиптическая кривая рода 2. Если пятифазные решения, значит, я говорю про гиперэллиптическую кривую рода 5 и так далее. Так вот, я должен взять такие решения и их усреднить методом Уизома. Это было сделано в 1980 году Форестом Флажкой Маклафлиным. Были выписаны в соответствии с системой гидродинамического типа, обращаю ваше внимание, система гидродинамического типа фактически то, о чем я вам сегодня рассказываю. Вот. И нетривиальность заключается в том, что оказывается, что эти системы уравнений, ну, смотрите сами, когда однофазные решения рассматриваются, усредненные уравнения, их число 3, когда двухфазные решения усредненных уравнений 5, когда трехфазные усредненных уравнений 7. То есть количество усредненных уравнений растет с ростом рода риммоновой поверхности, с ростом числа точек вот этой гиперэллиптической кривой. По закону 2G плюс 1. Так вот, когда у вас род растет, у вас вот растет количество уравнений. И тем не менее, оказывается, что даже в этом случае можно рассмотреть предельный переход, такой, что у вас вот эта растущая система гидродомического типа, я говорю про число уравнений, и усложнение коэффициента в этой системе уравнений, это все имеет смысл. И вот этот предел, это то, что вы увидите в самом верху этого слайда. Вот как бы такой удивительный факт, это результат прямо выведенный Геннадеем, вот в его работе 2003 года. Как говорится, желающие, пожалуйста, посмотрите эту работу, это все очень хорошо там написано, можно разобраться. Все, это была вот часть вводная, когда я говорил про нелокальное кинетическое уравнение. А теперь я говорю, а зачем же я вам рассказываю про эту систему уравнений? А вот по какой причине. Значит, здесь жирным шрифтом выделено изоспектральный случай. Вот, был использован такой анзас, как вы видите. Значит, та самая функция распределения, f маленькая, от трех аргументов, был предложен анзас, где она представляется в виде суммы произведений, отщеплена, ну, скажем так, зависимость от спектрального параметра это, а коэффициенты при дельта-функции Дирака, они являются функциями от x и t. И вот, оказывается, этот анзас работает. Значит, на всех случаях говорю, это не я придумал, это не придумали мои соавторы. Хотя впервые я увидел этот анзас в работе вот как раз Геннадия Элия и Анатолия Камчатного, но на самом деле эта анзас активно эксплуатировалась, например, в обзоре, написанном Евгением Александровичем Кузнецовым и Владимиром Евгеньевичем Захаровым, но и они не являются претендующими на этот анзас. Это просто анзас, хорошо известный в теории плазмы, в физике плазмы. Этот анзас много-много лет используется, и он называется, если я ничего не путаю, приближение холодной плазмы. Вот. Так что вот такой анзас, он нормален в такой теории кинетических уравнений. И если я его прямо подставлю вот в эти два уравнения, произойдет следующее. Значит, смотрите, пожалуйста, тут никаких чудес нет. Если я подставляю анзас в первое уравнение, вот поскольку у меня всюду есть дельта-функция, ну, будут просто собираться коэффициенты при этой дельта-функции. И они должны, соответственно, обратиться в ноль, чтобы удовлетворить этому уравнению. Значит, единственное, здесь еще две мелочи подчеркну важные. Я сказал, изоспектральный случай выделен жирным шрифтом. Что это значит? Это значит следующее. Вот это, буква это, это спектральный параметр. Так вот, берутся n ее частных значений, это итых. Ну, например, там, условно говоря, 1, 2, 3, 4, 5. Вот это итые. Это константы. Это первое, это второе и так далее. Любые значения это итые, это константы. Вот берется такой анзас. Вот я его и называю изоспектральным. Объясню немножко попозже, почему я так сделаю. Вот, это анзас, как я сказал, приводит к тому, что вот первое уравнение из тех двух, которые вы сейчас видели, превращается в систему гидродомического типа из n уравнений, где уитые и веитые как-то должны быть связаны. А как они связаны? А их связь выясняется вот из этого интегрального уравнения, которое вот в самом низу этого слайда находится. Вот из этого интегрального уравнения я подставляю дельта-функциональный анзас внутрь интеграла. У меня там дельта-функция, она позволяет интегралы все мгновенно вычислять. И вот подчеркиваю еще раз во избежание недоразумений. Вернемся на секунду на предыдущий слайд. Вот у меня здесь написано, что такое s большое от это, что такое g большое от двух аргументов мю и это. Это все написано. Так вот, все вычисления, которые будут дальше, они нигде к этим выражениям не апеллируют. Это значит, что если мне нужно будет, я просто их подставлю, и все. Но пока я буду делать все вычисления, не вспоминая об этой явной зависимости. Мне пока это не нужно. Итак, первое уравнение превратилось в систему гидродомического типа, но она не замкнута. У меня есть какие-то буквы уиты, какие-то появились буквы выиты, а связи между ними нет. А откуда она берется? Она берется из второго уравнения. Вот эта связь написана слева. Слева внизу. У меня получилась линейная система уравнений. Здесь, вы видите, появились такие буквы z и t, как определены минус значения s функции большой в точке это и t. Значит, если бы я вернулся в конструкцию в точности, рассмотренную Геннадием Элем, вот это s большой, напоминаю, это вот у меня написано 4 это квадрат. Значит, я определил бы z и t как минус 4 это и t квадрат. Вот что было бы в данном конкретном случае. Но мне сейчас это делать не нужно. Итак, я здесь. Теперь несколько слов по поводу этой линейной системы. Вот вы видите, я ввел здесь z и t, я ввел здесь компоненты вне диагональной матрицы ε, εKi, просто как элементы ядра подинтегрального выражения в точках это, катах, это и тах. И вот я смотрю на эту линейную систему уравнений внизу-снизу и думаю, линейная система уравнений, ну, наверное, я ее решу. И действительно, это разумно. У меня есть система гидродинамического типа, внизу этого слайда вы ее видите, она не замкнута, и я знаю, что в и т я могу определить из этой линейной системы уравнений. Казалось бы, ну давайте возьмем n равно 2 и посчитаем в и т. И действительно, в работе Геннадия Эля и Анатолия Камчатного, который предшествовал вот этой работе 2010 года, они этого численно сделали при n равном 2. И они получили слабо нелинейную систему уравнений при n равном 2. Она единственная система при n равном 2. И она имеет два очень известных имени. Она называется система газа Чеплыгина в газовой динамике, а на другом языке она называется система Борна-Инфильда. То есть, грубо говоря, это струна, описание релятивистской струны. То есть, оба случая, оба имени известны. Эта система, она явно интегрируется методом годографа. Решение ее давным-давно известно. То есть, вот тот случай, куда попали Геннадий Эль и Анатолий Камчатов, этот случай хорошо известен. А вот вытекает вопрос, а что делать, когда число уравнений больше 2? И вот если вы возьмете n равно 3, то вас ожидает довольно сложное вычисление, которое вручную сделать очень тяжело. На компьютере соответствующие формулы займут весь слайд. Таким образом, если вы скажете, а давайте n равно 4, ну формула просто уже никуда не поместится. Поэтому понятно, что продолжать вычисление, а именно извлечение в аитах из этой линейной системы уравнений можно, но довольно глупо. Глупо, потому что это неудобно. Значит, вытекает такая идея, а хорошо бы найти такую параметризацию, такие новые обозначения, такие новые переменные, в которых вот эта система гидродомического типа не просто резко упростилась, а она бы привела к возможности ее дальнейшего анализа и интегрирования. И вот это и было сделано в работе 2010 года для любого числа уравнений. То есть, когда n большое, которое вы видите в самом верху, n большое, оно любое. Вот это было сделано. Сделано так. Вначале введем вот такие переменные, зависимые функции, точнее, извините, пожалуйста, r маленькая и t. Вот мы вводим их по такому правилу. Я могу, естественно, доказать, откуда берется это правило, что это не с потолка свалилась формула, что это никакое не наитие, а что это результат некоторого осознанного поиска. Но сейчас я на это время тратить не буду. Я просто говорю, предположим, что вот мне так повезло, я ввел такие координаты r и t, и тогда вот эта система уравнений, в них квазелинейные переписываются уже в диагональной форме. То есть, вот эти маленькие координаты r и t, это есть не что иное, как инварианты Риммана. Итак, у меня была система, записанная в форме законов сохранения, а вот после этой подстановки она приняла вид уже в диагональной форме. Вот как бы преимущество выбора новой подходящей системы координат. Теперь напоминаю, помните то, что я вам рассказывал специально раньше, акцентируя на этом внимание. Вводим матрицу ε. Так что на диагонали у нее находятся вот эти самые функции теперь уже, r1, r2 и так далее, rn. А в ней диагонали по-прежнему находятся константы. Это значение ядра подинтегрального оператора в точках это итых, это катых. Вот мы определили так матрицу ε. Потом вводим снова матрицу β. И вот оказывается, что вот те самые уиты, а именно плотности законов сохранения и выиты, характеристические скорости, они благодаря этой матрице ε, а точнее матрице β, они имеют вот такую красивую параметризацию. И вот если вы ввели эти уиты и выиты по этому правилу, вот та самая система законов сохранения, она принимает диагональную форму, где выиты и теперь уже явно вам определены. И более того, предъявлено общее решение. И вот теперь тут очень важный комментарий. Дело в том, что, обратите внимание, вот я сейчас не хочу уже возвращаться обратно на те самые слайды, где я рассказывал про обобщенный методограф Царева. Я сейчас скажу другое. Что там была конструкция такая. Вы начали с квазилинейной системы в частных производных первого порядка. Вы показали, что можно сопоставить ей некую линейную систему уравнений в частных производных первого порядка с переменными коэффициентами, чье общее решение в n-функции позволяет по теореме Каши-Ковалевской обеспечить общее решение исходной квазилинейной системы уравнений в частных производных первого порядка. Но это не рецепт. Потому что, если вы знаете, что вы задачу свели к линейной системе уравнений в частных производных первого порядка с переменными коэффициентами, это еще недостаточно, чтобы эту систему проинтегрировали. Так вот, в данном случае этого достаточно. И причина очень простая. А именно та, о которой я два раза уже сказал сегодня. Максим, мы скоро перегрузимся снова. Хорошо? Да, но мне минуты хватит. Ну, попробуем. Вот. Причины две. Первая. Эта система гидродинамического типа, которую вы видите, она слабонелинейная. И вторая причина. Она темплиевская. Вот в этом случае, когда система даже просто слаболинейная или даже просто темплиевская, она относится к классу так называемых систем, интегрируемых по Дарбу. Вот это значит, что...